Ежегодно тысячи людей попадают в руки работорговцев во всем мире. Данная проблема имеет место быть и у нас, в Казахстане. Страшно звучит, но каждый седьмой пострадавший – это ребенок. Детали в материале Айсаулей Байгазиной. Свыше 100 преступлений в сфере торговли людьми зарегистрировали в Казахстане за первые полугодия. Причем за весь прошлый год показатель составил около 80 случаев. В основном речь идет о фактах сексуальной эксплуатации, продаже новорожденных и принудительного труда. Как отметил представитель МВД Самат Кусентов, ежегодно ведомство проверяет ряд объектов и пресекает деятельность до пяти ОПГ. Больше всего подвержены риску представители социально уязвимых слоев населения. Торговля людьми проявляется в разных формах и совершается с целью сексуальной эксплуатации, принудительного труда, торговли новорожденными детьми с целью усыновления, принуждения к попрошайничеству, а также изъятия органов человека. Проведение проверок крестьянских хозяйств, пастбищ, зимовок, саун, гостиничный комплекс и других объектов, подверженных риску торговли людьми. Меры борьбы с нелегальной деятельностью принимает и Министерство труда и соцзащиты. По линии ведомства в стране действует 14 кризисных центров. Там оказывают социальные услуги по ряду направлений, включая бытовые и медицинские. Между тем свою лепту внесла и миссия Международной организации по миграции в Казахстане. С 2004 по 2020 год МОМ оказала помощь более 2000 жертв незаконной торговли через МПО-партнеров. Агентство ООН завершило эту программу в 2021, так как на то время уже заработали госпрограммы. Если говорить в контексте детей, то каждый седьмой пострадавший в Казахстане – это был ребенок. Это были как граждане Казахстана, так и граждане сопредельных стран. Также я бы хотела отметить тенденцию по внутренней торговле людьми, когда жертвами торговли людьми становились наши граждане, которых продавали из одного региона Казахстана, вот другое, чаще всего это из небольших городов или сел в более крупные города Казахстана. Чтобы не стать жертвой подобного преступления, МВД советует, например, перед поездкой в другую страну тщательно изучить все материалы по трудоустройству, также оставлять копии своих документов и информацию о местонахождении своим родным. Как ожидается, один из решающих шагов в борьбе с торговлей людьми предпримет парламент. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Можилисе. В его разработке принимают участие более 50 экспертов. Документ призван исключить все недочеты и его могут принять уже в этом году. Айсо Лебайгазина, Томикен Бизнес.